Ну и в продолжение темы государственной службы выяснилось, что самая высокая текучесть кадров по стране в Алматы 12%. Там же больше всего свободных вакансий. И там же 98%, то есть практически все, сдавшие тестирование на получение должности в корпусе Б, получили оценку превосходно. Насколько это соответствует действительности? Такие цифры и вопросы звучали сегодня на партийных слушаниях в Нуратане, где присутствовал председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кужамжаров. Он же озвучил еще один факт. Не хватает служащих на селе. В прошлом году на более чем 5000 вакантных должностей претендовало всего лишь 3500 человек. Кстати, такая тенденция существует и в некоторых крупных городах страны. Но ситуацию может существенно переломить закон о госслужбе, благодаря которому внедрена новая модель карьерного роста. Профессия становится престижнее. Только в 2016 году повышение получили больше 6000 государственных служащих. Удалось сократить так называемые командные перемещения. В прошлом году их было в 18 раз меньше, чем в 2015. В этом году по инициативе главы государства Конституции у Казахстана были внесены исторические поправки. Они заложили основу принципиально новой модели государственного управления. Значительно расширены полномочия исполнительной власти, а вместе с тем возросла и ответственность государственных служащих всех уровней на принимаемые ими решения. Поэтому задачи по формированию качественно нового госаппарата, поставленные президентом, сегодня приобрели еще большую, я бы сказал, исключительную важность. Казахстану нужны профессиональные и ответственные государственные служащие, строго в следующей букве закона. Продолжение следует...